МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На главном информационном новости это Гульнара Жендагулова. Здравствуйте. С начала года 29 тысяч семей приобрели жилье с помощью программ от Басбанка. Еще 9 тысяч заявок одобрили по программе субсидирования аренды для лиц с инвалидностью первой и второй групп, детей-сирот и многодетных семей. Об этом президенту доложил председатель холдинга Бэйтирек Канат Шарлопаев. По его словам, за полгода объем финансирования крупного бизнеса составил почти 115 миллиардов тенге. Фонд Дому поддержал больше 15 тысяч предпринимателей малого и среднего бизнеса. Кроме этого, аграрная кредитная корпорация выделила около 280 миллиардов тенге фермерам, тем самым было засеяно 3,5 миллиона гектаров земли. Это 15% от общей посевной площади. Также больше 130 миллиардов тенге выделено на кредитование инвестпроектов в сельском хозяйстве. В свою очередь, Касамжимар Тукаев дал ряд конкретных поручений Канату Шарлопаеву для улучшения условий развития бизнеса и социальной жилищной политики. В Казахстане усовершенствуют механизмы господдержки бизнеса. В правительстве предлагают создать единый реестр товаров отечественного производства. Их поставщики смогут претендовать на помощь от государства. Попасть в этот список можно один раз и только после подтверждения соответствующих производственных и технологических условий. Об этом стало известно на совещании в правительстве. Меры господдержки помогут добросовестным отечественным предпринимателям повысить прозрачность ценообразования. Алихан Смаилов подчеркнул, что разработку новой системы нужно продолжать в тесном взаимодействии с Национальной палатой Томикен и отраслевыми ассоциациями. Антикоррс завершил расследование в отношении экс-вице-министра индустрии Тимура Токтабаева. Его обвиняют в незаконной передаче без аукциона месторождения «Шевченковская» аффилированным лицам под предлогом разведки. Оно находится в Кустанайской области, где подтвердились крупные запасы никеля и кобальта. К слову, 100 миллионов тонн одного из этих металлов оценивается почти в 6 триллионов тенге. В итоге подконтрольная Токтабаева компания за минимальную стоимость подписанного бонуса получила уже готовое к добыче месторождение, утверждают следователи. Обвиняемые предан суду, а месторождение вернули в госсобственность. Полицейские Павлодарской области пресекли канал транзита крупной партии наркотиков. Сразу 59 килограммов героина и 10 килограммов гашиша в грузовике с арбузами. Через нашу страну хотел перевезти 54-летний гражданин Кыргызстана. По данным МВД, изъятых наркотиков хватило бы на 250 тысяч разовых доз, стоимость которых на черном рынке составляет больше 2,5 миллионов долларов. Начато досудебное производство. Организатору преступной деятельности грозит до 20 лет лишения свободы с конфискации имущества. В настоящее время ведется работа по становлению иных участников и организаторов, а также других возможных каналов поставки наркотиков, отметили в МВД. Больше 600 миллионов тенге похитил сотрудник банка в Казлардинской области. Будучи контролером-кассиром, он частями брал деньги из кассы. За раз в рукаве халата вынес от 1 до 4 миллионов тенге. Чужие деньги он проиграл в букмекерских конторах, сообщили в агентстве по финансовому мониторингу. Лудоман полностью признался в содеянном. В ходе досудебного расследования получены сведения с букмекерской конторы, где на его имя зарегистрирован логин, согласно выписке со счета которого следует, что за последние 3,5 года на счет внесено 158 миллионов тенге. Кроме того, получены сведения, где указано, что с абонентских номеров, зарегистрированных на его имя и имя его супруги, проводились операции по переводу денежных средств на счета букмекерских контор. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Восточно-Казахстанской областью пенсионеров обманным путем похитили десятки миллионов тенге. Причем действовали злоумышленники по отлаженному сценарию. Позвонили по телефону, сообщили о якобы попавших в аварию родственниках и о срочном сборе средств на лечение. За последние два месяца в управлении полиции у Скаменогорска зафиксировали больше 40 подобных фактов. Вячеслав Витлугин расскажет подробности. Людмила Соловьева в 79 лет лишилась всех накоплений. Мошенникам через курьера отдала миллион тенге наличными. Решил все ночной телефонный звонок. Со слов потерпевшей на связь вышли следователи и сообщили об аварии с участием внучки, как виновной в ДТП. Назвали ее имя и необходимую сумму для разрешения ситуации мирным путем. В это время подключился и говорит мужской голос. Я следователь такой-то, такой-то. И, значит, вот родители тут, я уже договорился. Надо на реанимацию и на лечение 5 миллионов. Я говорю, у меня нет таких денег. Ну, вы понимаете, надо на операцию. Ну, давайте хотя бы миллион. Я говорю, да у меня и миллиона-то нет. На след мошенников сейчас пытаются выйти следователи. Но пока безуспешно. Обманутых сотни. Экипы уголовных дел только набирают вес. Есть и технические сложности. Телефоны звонивших зарегистрированы в России и Украине. Такие факты у нас в последние 2-3 месяца уже около 40 по городу. У них конкретных базы нет. Они могут по интернету или любой абонентский номер, код знать города. И любой номер позвонить, сказать, представиться сотрудниками полиции. В том, что аферисты звонят на УБУМ, сомневается правозащитник Алексей Башков. Подозрительно их осведомленность. Знают имена, а часто и фамилии потенциальных жертв. Многих моих родственников обзвонили, но они на этот анекдот не покупаются. Вот что самое интересное. Звонившие знают имена. Иногда даже фамилии знают. А это свидетельствует о том, что опять в очередной раз откуда-то из каких-то баз произошла утечка персональных наших данных. В свою очередь полицейские отрицают утечку данных из цонов. А между тем работают телефонные аферисты и по старым схемам. Представляются сотрудниками банков и извещают о непогашенных кредитах. Выманивают данные из счетов вкладчиков. Только на востоке страны под подобным предлогом совершено больше 300 преступлений. В масштабах республики с января по апрель 2023 года мошенники обманули государство и население почти на 80 миллиардов тенге. Так называемую подножную социальную рекламу на востоке Казахстана рассматривают как один из методов борьбы с интернет и телефонными мошенничествами. Впрочем, правоохранители обещают уже перейти от слов к делу и создать на востоке Казахстана подразделение киберполиции. Киберполицейские, те же хакеры в погонах, пожалуй, нужны во всех регионах страны. Пока же Киберпол как пилотный проект действует в Есильском районе Астаны. В арсенале мошенников сегодня самые современные гаджеты. И для их поиска нужны действительно сильные IT-специалисты. В правоохранительных органах они наверняка есть. У киберполицейских столицы отличные служебные показатели. По состоянию на апрель текущего года, ими раскрыто свыше 200 фактов интернет-мошенничеств, в суд направлено больше 150 уголовных дел. Вячеслав Фитлугин и Дмитрий Пыхтин, Усть-Каменогорск, Хабар-24. Часть автомагистрали Актубе от Рау-Астрахань ремонтируют вновь. Строители исправляют дефекты на трассе от Рау до Сор. Дорогу проложили год назад, но более 10 километров покрытие уже пришло в негодность. Специалисты Национального центра качества дорожных активов направили письмо подрядчику с требованием устранить неполадки. Этой дороги нет еще года, но верхняя часть просто расслоилась. Дорожники считают, что это произошло из-за интенсивного движения и неблагоприятных погодных условий. Однако такие отговорки не прописаны в контракте, а дорога на двухлетнем гарантийном обслуживании. Мы приступили к работе, планируем завершить за две недели. Расставили дорожные знаки, уберем шумовой слой, вычистим и начнем прокладку асфальта. 12 километров провожим полностью, остальное – ямочные работы. Средний ремонт дороги республиканского значения стартовал два года назад. Работу завершили в декабре прошлого года, но радость автомобилистов продлилась недолго. Уже весной куски асфальта стали буквально вылетать из-под колес машин, угрожая участникам движения. На замечания проверяющего органа дорожные строители среагировали только теперь. Еще 14 апреля наши специалисты зафиксировали дефект на большом участке дороги. Его общая площадь составила 120,5 тысяч квадратных метров. Мы сразу направили письмо подрядчику. Однако реакции не было, они затягивали время, и нам уже пришлось обратиться в государственное архитектурно-строительное управление. Среагировали только после этого. По этой трассе много транзитных большегрузов курсируют между Россией и странами Центральной Азии. Такая нагрузка не может не сказаться и на качестве дороги, и на ее безопасности. Пропорционально автомобильному потоку растет и число дорожно-транспортных происшествий. С учетом ситуации, специалисты вместо двухполосной дороги готовят проект четырехполосной магистрали. Казахстанец, пострадавший в ДТП в Алании, скончался в больнице. Об этом сообщили в МИДе страны. По информации внешнеполитического ведомства, он умер от тяжелых травм. Сообщается, что сын погибшего уже прибыл в Анталию и находится сейчас с дипломатами. Ему оказывают необходимую помощь и содействие. Напомню, в автобусе всего находилось 12 казахстанцев. Еще один наш соотечественник остается в больнице. Жизням остальных ничего не угрожает. Мусонные дожди затопили юг Камбоджи. Из-за наводнений идет эвакуация жителей двух провинций. В одной из них погибла женщина. Еще один турист пропал без вести. Их палатку смыло водой. Местные СМИ сообщают о том, что затоплена крупная автомагистраль. Власти перевозят людей с помощью скоростных катеров. В Китае из-за тайфуна Доксури пострадали полтора миллиона человек. Сотни домов разрушены или повреждены. Порывы ветра достигали 175 километров в час. В Китае действует красный, самый высокий уровень погодной опасности. Ливни обрушились на северные и центральные регионы. Жители провинции Хэнань и Хэбэй оказались в ловушке в своих машинах и запаводках. В столице Пекине закрыты школы и достопримечательности. А в провинции Аньхой ливни вызвали сход оползня. Пришлось эвакуировать десятки жителей. По предварительным подсчетам сумма ущерба превышает 400 миллионов долларов. Сильный шторм обрушился на американский округ Колумбия. Почти 15 тысяч домов остались без электричества. Скорость ветра превышала 130 километров в час. В результате деревья повалило на дома и машины. Несколько человек получили травмы. Ураган также пронесся по штату Коннектикут, оставив тысячу людей без света. Между тем, жители Нью-Йорка страдают от рекордно высоких температур. Столбики термометров поднялись до 38 градусов. Власти призвали граждан по возможности находиться в помещении. В Греции улучшается ситуация с лесными пожарами. Возгорания в районе древнего города Олимпия взяты под контроль. Ранее провели эвакуацию жителей близлежащих деревень. Всего за сутки в Греции вспыхнуло свыше 50 пожаров. Большинство из них удалось потушить в самом начале. На острове Родос стихия бушевала более недели. Выжжены тысячи гектаров земли. Эвакуированы 30 тысяч человек. Активного огня на острове уже нет. Но экстренные службы находятся в состоянии повышенной готовности. Из-за засухи риск новых возгораний остается высоким. Облет маренных озер проводят в области ЖТСУ. В аэровизуальном обследовании участвуют сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и специалисты к оселезащитам. Их цель – оценить состояние оселеопасных участков, которые могли возникнуть из-за аномальной жары. Облет проводят на вертолетах Ми-8. Если обнаружат опасные участки, к оселезащитным работам привлекут взрывников. В этот раз специалисты облетели моренные озера в бассейнах реки Аксу и Саркан. Как сообщили в Касселезащите, уровень воды в горных водоемах остается в пределах нормы. Заторов и опасных гидро-метеорологических явлений не выявлено. Вылеты продлятся до 15 сентября. Взрывные работы проводим для того, чтобы снизить уровень воды в моренных озерах. Это своего рода профилактика наводнений в населенных пунктах, расположенных в предгорье. По области насчитывается 416 таких водоемов. Все они находятся под постоянным наблюдением. Свыше 350 тысяч заявлений подали родители будущих первоклассников за последние 4 месяца. Об этом сообщили в Министерстве просвещения. Прием документов на зачисление в первый класс стартовал в Казахстане 1 апреля и завершится уже завтра, 1 августа. При этом больше 70% из них выбрали школы с казахским языком обучения. По оценкам Минпросвещения, впервые за парты в новом учебном году должны сесть более 400 тысяч детей. В ведомстве напоминают, что для удобства граждан заявление можно подать онлайн на портале ЕГОВ, либо сделать это в самом учебном заведении. Отмечу, у детей в первый класс школы принимают 6 лет на основании заявления родителя, либо законного представителя. Учебную технику обновляют в казахстанских колледжах, но все еще есть учебные заведения, в которых будущих механизаторов учат на тракторах и комбайнах, выпущенных десятки лет назад. В то время как на полях аграрии применяют технику нового поколения. Аслан Абуталипов узнал, влияет ли это на качество обучения студентов. В агротехническом колледже села Шагалалы обучаются более 400 студентов. Здесь выпускают кадры по 11 сельскохозяйственным специальностям. Спрос на них большой, но в последние годы парк техники, который используют на занятиях, заметно устарел. Комбайн и трактор куплены почти 10 лет назад, а Кировец постоянно приходится ремонтировать. Но преподаватели уверены, на качество обучения состояние автопарка не влияет. Вся данная техника используется на наших сельскохозяйственных угодьях, то есть на полях, на которых мы обучаем наших специалистов. Технологическую практику наши дети проходят на современном оборудовании, на современной технике. То есть это не говорит о том, что у нас ЕНСЕ 2013 или К-700 2019 года, что наши дети некомпетентны в этой области. Нет, они благодаря социальному паркнерству и дуальному обучению мы восполняем эти, так сказать, пробелы. В колледже села Красный Яр парк техники лучшего. В последние годы его оснастили одним новым комбайном и двумя современными тракторами. Это дает студентам ряд преимуществ. Работа с новой техникой дает такие преимущества, как, что они уже студенты, выходя выпускниками, устраиваясь на работу в ТОшке крупной, где есть новая техника, им не надо уже переучиваться. То есть они у нас на нашей базе уже изучили, как фильтра менять, как обслуживать технику, как ездить на ней, как управлять ей и так далее. Они приходят уже готовыми специалистами. Всего в регионе 16 сельскохозяйственных колледжей. Во многие из них за последние 4 года купили новую технику и оборудование. Не остаются в стороне и сами предприятия, которые предоставляют учебным заведениям свой автопарк. В подготовке кадров участвуют не только колледжи, но и сами предприятия и наши социальные партнеры. Это ведь их будущие работники. Вместе с этим 5 сельскохозяйственных колледжей в области мы оснастили новой техникой по проекту «Жас Маман». Там открыли центры компетенции. Студенты других колледжей, которые не вошли в проект, занимаются там, проходят учебную практику. Колледжу приобрести новую технику нелегко, отмечают специалисты. Цены на трактора и комбайны неподъемные. Порой доходят до сотен миллионов тенге. Однако это не пустая трата денег. Это вклад в будущее. Аслана Муталипа, Виктор Полянный, Акмолинская область, Хабар, 24. Больше 700 миллионов тенге задолжали потребители теплоэлектростанциям Восточного Казахстана. Это тормозит ремонтные работы на энергообъектах. По оценкам энергетиков, готовность всех ТЭЦ региона к зиме не достигает и 50%. 362 миллиона тенге по тарифам не выплатили собственники квартир и домов. Для своевременного входа в отопительный сезон коммунальным предприятиям субсидируют затраты на приобретение угля и мазута. Средства выделены из областного бюджета. Чтобы не допустить дефицита, тепла в Ускаменогорске сверяют генеральные планы города. На утвержденные в генпланах новые проекты жилищного строительства будут заморожены. Областному центру сейчас не хватает свыше 200 гигакалорий тепловой энергии. Покрыт тепловой дефицит рассчитывают с модернизацией главной городской ТЭЦ и котельной в новом микрорайоне. По городу Ускаменогорск на данный момент порядка 240 гигакалорий дефицит. Этот вопрос у нас рассматривается либо строительством ТЭЦ-2, но это вопрос немного сложный и требует более тщательной проработки. А также реконструкция котельной номер 2 с реконструкцией котла на Кашидо до увеличения мощности до 100 гигакалорий. В Караганде на базе областной станции скорой помощи заработал учебно-симуляционный центр. Здесь непрерывно совершенствуют свои навыки фельдшеры и врачи бригад неотложек. Курсы уже прошли больше 400 человек. Сейчас в центре работают два международных инструктора, которые обучались в Израиле. Вскоре преподавательский штат увеличится до 6 человек. Центр оснащен современными манекенами-тренажерами и реанимационными наборами. В будущем здесь планируют обучать навыкам оказания экстренной помощи и всех желающих. Очень важно знать оказание первой помощи до приезда бригады врачей. Также обучаем работе с автоматическим наружным дефибриллятором, что тоже немаловажно, потому что это уже веяние времени и в ближайшее время на территории Республики Казахстан тоже будут в местах массового скопления автоматические наружные дефибрилляторы, которые явно улучшат качество оказания именно реанимационной помощи среди немедицинских сотрудников. На вокзале в столице Японии, Токио, запустили устройство прямого перевода. Посетителям достаточно обратиться к дежурному на станции на любом из 11 языков. Среди них английский, французский, испанский и китайский. Полупрозрачный дисплей отобразит их слова на японском языке. Ответ дежурного также высветится с перевода. Таким образом, крупный железнодорожный оператор страны помогает иностранцам ориентироваться в одном из самых сложных транспортных узлов Токио. Страна переживает туристический бум после пандемии. В прошлом месяце в Японию прибыло свыше 2 миллионов путешественников со всего мира. Ну и к данному часу это вся информация. Спасибо, что смотрели нас.